Согласитесь, наши инстинкты запрограммированы на выживание, поэтому голодать для нас противоестественно, но в современном мире голодание практикуется как лекарство. Так как понять, где лечебный голод, а где бездумные? Есть ли у этой практики свои минусы и плюсы? Обсудим вместе с нашим экспертом. Это нутрициолог Ольга Сысова. Ольга, доброе утро. Ольга, доброе утро. Вообще, расскажите, можем ли мы называть голодание типом питания, и что вообще такое лечебное голодание? Да, действительно, голодать можно по-разному, вы абсолютно правы. Можно голодом себя заморить, да, а можно поправить свое здоровье. Поэтому мы сегодня рассмотрим действительно два основных таких направления – это интервальное голодание и лечебное голодание. Безусловно, и там, и там будут свои плюсы и минусы, показания и противопоказания. Если мы говорим про интервальное голодание, то здесь есть два варианта – голодать по часам, либо по дням. Давайте расскажем сначала, для чего это вообще интервальное голодание. Любое голодание вообще считается, любое голодание вызывает стресс в организме. Во время этого стресса организм мобилизует свои функции – защитные, иммунные. То есть начинается обновление на клеточном уровне. Вот для этого, в принципе, люди и голодают. Но, естественно, не бездумно. Не сами почитали несколько статей в интернете и решили, что все, с понедельника я сейчас есть не буду, во вторник я покушаю. Это система. Поэтому, безусловно, лучше с врачом, либо с нутрициологом, именно теми специалистами, которые практикуют это голодание, и у которых есть главные результаты. В любое голодание нужно постепенно входить. Постепенно. И вот то, что сейчас я буду говорить, для любого человека будет хорошо. Первое – мы отказываемся от быстрых углеводов. Конфеты, булочки, на маргарине, да, вот выпечка любая, сахара. То, что, в принципе, не полезно для любого человека. Если мы это убираем, наш организм будет только лучше и здоровее. Но это не голодание, это просто здоровое питание. Да. Но если мы готовимся к голоданию, то начинаем именно постепенно. Нужно всегда адаптировать свой организм. Далее мы убираем перекусы. Как часто бывает, завтрак, обед, ужин, и еще перекусы, чайок, печенька, вафелька или еще что-то. Но это же дробное питание, так называемое. Это же говорят наоборот сейчас, что это полезно, что мы разделяем приемы пищи, а не наедаемся три раза в день. Ну, вообще, каждому свое. Есть действительно показания, если у человека не очень здоровый желудочно-кишечный тракт, то действительно питание будет дробное, абсолютно верно, с небольшим промежутком времени, но это будет не печенька и не чайок. Это будет нормальная еда. Да, поэтому спокойно печеньку мы можем отложить. Вот, остается три приема пищи. Далее, как правило, убирается один из приемов пищи. То есть человек прислушивается к себе. Например, он утром встал и чувствует, ну, как бы кушать я особо и не хочу. То есть он отодвигает завтрак, и таким постепенным образом мы смещаемся уже на два приема пищи, потом на один. Но все это время человек во время периода голодания может пить чай, лучше травяной, да, может даже кофе. Обязательно он пьет воду. То есть нельзя себя ограничить абсолютно во всем. И если есть возможность принимать витаминки, минералы, добавочки какие-то, это только в плюс, чтобы не уйти в дефициты. Человек может голодать интервально так. Так, самые два распространенных вида. 16 часов я не кушаю, 8 часов я кушаю. Либо же 20 часов не кушаю, 4 кушаю. Но это не значит, что в этих 4 часа или 8 можно кушать все, что попало. Мы также ограничиваем углеводы, мучное, то есть все вредности. Фастфуд, там ничего этого быть не должно. Вот, есть такой вариант, что я кушаю вообще один раз в день. Но, опять же, только под присмотром врача, либо нутрициолога. Самостоятельно не рискуем. То же самое, выход из этого состояния обязательно постепенно. Включаем бульончики, включаем постепенно салатики. Все очень-очень дозировано, потому что есть такая распространенная ошибка. Голодали, голодали, а тут 8 марта, Новый год. Ну как не попраздновать, как себя не побаловать. И вот это заканчивается очень хорошо, потому что поджелудочная железа, ну она не привыкла работать активно. А тут мы ей дали все, что нашей душе угодно. То есть так делать нельзя. Хорошо, но вот если мы все правильно соблюдаем, есть ли какая-то статистика или научное исследование, как это все сказывается? Есть ли какой-то положительный эффект на здоровье? Да, поняла ваш вопрос. На самом деле и статистика, и исследование совершенно разные в этом направлении. То есть вы можете увидеть совершенно разные мнения на один и тот же вопрос. Например, читаем одну статью, где сказано, что ага, людям при сахарном диабете показано голодание, даже при онкозаболеваниях показано. И в то же время другая статья, в которой говорится, что это строго противопоказано. Поэтому мы, как разумные люди, понимаем, что это очень серьезно. Это не насморк, если у нас такие серьезные заболевания. Мы находим супер-классного специалиста, который уже получил результаты у людей с таким заболеванием. Ни в коем случае не бросаемся вот как за единственный спасательный круг. А для чего это нужно? Ведь многие говорят, что когда мы, вот я знаю по себе, если я не ем, я в определенный момент хочу очень много есть. И наоборот, говорят, что организм, если чувствует голод, он старается все калории, которые получает, перевести в жиры, например. То есть то, что будет нести энергию. Не приведет ли это к образованию лишних килограммов, хотя мы немного едим? Ты себя и ограничиваешь, и бачка растут. Ну, смотрите, мы обычные люди, которые питаемся, ну, стандарта 3-4 раза в день. Если мы голодны, то через час-два мы чувствуем потерю сил, потерю настроения. Нам уже ничего не нравится, никого я не люблю, я хочу просто есть. То есть у нас падает уровень инсулина, у нас падает вообще все. Поэтому, о чем мы говорим, постепенно входим в этот ритм голодания. Мы добавляем желательно витамины, минералы. Мы себя не истощаем, потому что если истощать вот таким образом, то ничего хорошего не будет постепенно. Что касается, откладывается на бочках. Если мы голодали, а потом вдруг решили поесть картошки, макарон и там еще чего-нибудь такого, да, конечно, оно будет на бочках. Поэтому это уже мышление меняется у человека, понимаете? Если мы точно не едим вредное, точно не едим то, что нам принесет какие-то негативные последствия, тогда никаких отложений быть не будет. Хорошо, а сколько дней можно вот так голодать? Есть какая-то статистика? 10, 20, 30? Сколько? Вообще статистики нет. Но есть информация, что человек может так питаться очень-очень долго, если ему комфортно. Особенно, например, возрастные люди, им прямо показано себя сдерживать в еде, они себя прекрасно будут чувствовать, но при этом восполнять все дефициты. Поэтому здесь индивидуально. Что такое лечебное голодание, чем оно отличается от интервального? Ну, вообще самое-самое главное, что мы должны понимать, что лечебное голодание проходит в специальных местах, клиниках, которые на этом специализируются. То есть человек сам ни в коем случае дома не должен голодать самостоятельно. И если в интервальном голодании, в период голода, мы можем чай, кофе себе позволить, еще что-то, да, немножко, то здесь только вода. Мы пьем одну воду, плюс это сопровождается очистительными клизмами. Тюбаж делают для того, чтобы желчный пузырь тоже очистить. Это действительно в стационаре происходит. Человек дома не должен это делать. Обязательно обследование, потому что некоторым противопоказано. Да, есть люди, у которых панические атаки при вообще мысли о том, что он будет голоден. Нельзя. Если у человека низкое давление, и он еще и кушать не будет, нельзя. Обязательно осторожно, а лучше противопоказания, все, что касается онкологических заболеваний, диабета и так далее, гиперфункция щитовидной железы, нельзя. То есть обязательно обследование, обязательно под присмотром врача, каждый день люди проходят осмотр, измеряют давление, анализы смотрят. Вот таким образом. И опять вход очень медленный, и выход тоже очень-очень медленный. Ну вот видите, тема голодания очень спорная, но если вы понимаете, для чего вам это нужно, то лучше обратиться к врачу, который поможет вам войти в состояние голода и не навредить своему здоровью. О том, какие бывают виды голода, этим утром нам рассказала нутрициолог Ольга Сысова. Ольга, хорошего дня. Спасибо, взаимно.